Продолжение следует... Хороший массаж остается лучшим способом провести время, дать отдых телу и почувствовать радость жизни. В прошлом веке шведы соединили некоторые техники массажа, используя французскую терминологию. Например, эфлораж – простая техника, берущая название от флор – цветок или что-то нежное. Эфлораж означает касаться нежно, мягко и осторожно. Петрисаж – постукивание и похлопывание. Тапе – постукивание с определенным нажимом. Или тапетмо – постукивание более быстрое и легкое. Показываемый сейчас массаж на полу длится всего несколько минут. Это стимулирующий вид массажа. Он начинается быстрыми поглаживаниями, и руки должны постоянно двигаться. Производимый с постоянным нажимом и ритмом движений по всей поверхности, он не действует глубоко расслабляюще. Движения распределяют энергию по телу, а физический контакт расслабляет, но не дает заснуть. Массаж охватывает шею, плечи, руки и спину, придавая силы и энергию. Он представляет собой чередование легких и сильных поглаживаний подушечками пальцев, производимых в основном в области ребер и плеч. Также он включает надавливание большими пальцами между лопатками и спуск вниз по поддерживающим спину мускулам вдоль позвоночника. Продолжайте поглаживание, двигаясь вверх по спине, переходя к растиранию подушечками пальцев шеи от основания к затылку. Эти движения, особенно растирание шеи, производят сильное стимулирующее воздействие. Поглаживание, производимое равномерно во все стороны, позволяет сделать плавный переход от шеи к верхней части спины. Такими же движениями, уделяя внимание области талии, переходите к пояснице. Все расслабляющие постукивания производятся с постоянным нажимом и ритмом. Эта техника, при которой используются ребра ладоней, а потом кулаки, называется пекинг. Оба эти способа подразумевают равные усилия правой и левой рук, распределяемые равномерно по правой и левой сторонам тела. Движения должны концентрироваться на здоровых участках тела и избегать воспаленных мест. Легкие круговые движения и равномерные поглаживания, называемые эфлораж, сменяются медленными, глубокими надавливаниями костяшками основания пальцев, производимыми вниз по позвоночнику, одновременно с обоих сторон. Действуйте медленно, избегая надавливать на кости, и будьте осторожны при работе с худыми людьми. В завершении прогладьте равномерно всю спину, шею, руки и плечи. И в самом конце, используя ногти и кончики пальцев, легкими движениями погладьте всю кожу от спины до шеи. В дальнейшем мы подробнее объясним некоторые техники массажа. А пока что остановимся на организации места для массажа. Комфорт человека при массаже чрезвычайно важен. Такая комбинация полотенец и подушки подходит для массажа на полу, в постели или на кухонном столе. Используйте достаточно полотенец и подушек для эмоционального и физического комфорта человека при массаже. Вы будете сильно напрягаться и нагреваться при работе, в то время как ваш партнер лежит неподвижно и быстро охлаждается. Сделайте все, чтобы он чувствовал тепло, заботу и безопасность. Помните, то, что удобно вам, может не подходить для кого-то другого. Полотенце, обернутое как подгузник, может выглядеть не слишком элегантно, но такой способ чрезвычайно функционален. Следите за собой. Оставьте достаточно пространства, чтобы беспрепятственно двигаться вокруг. Не напрягайте поясницу более, чем это необходимо. Двигайтесь всем телом, включая колени и ступни. Как можно больше используйте свои ноги. Держите их разведенными на ширину плеч. Ваша поза очень важна. Стойте прямо при любой возможности. При наличии свободного места держитесь на отдалении. Остановимся на движениях рук. При первом контакте с помощью легких поглаживаний кончиками пальцев можно снять напряжение с человека, успокоить его. Постепенно эти легкие касания переходят в полноценные поглаживания с нажимом, направленным от вас. Эта техника называется эфлораж. При эфлораже, как и при других формах массажа, нужно использовать различные сочетания движений. Используйте вес собственного тела, полный контакт рук и другие дополнительные способы, чтобы усилить эффект. Эфлораж часто используется при переходе от одного способа массажа к другому. Здесь мы видим соединение круговых растираний с поглаживаниями, плавно переходящими одно в другое. При помощи эфлоража можно снимать излишнее раздражение кожи, возникающее при круговых растираниях, или разогреть те участки, которые могли успеть остыть. при поглаживаниях нажим, производимый в сторону к себе, вызывает излишнее напряжение в вашем теле. Поэтому производите нажимы в сторону от себя, используя вес собственного тела как дополнительное средство. Эфлораж с крещенными ладонями, с нажимом от себя, потом легкое возвращение назад. Нажим, возвращение, нажим, возвращение. При перекрестном эфлораже нажим осуществляется одновременно в двух противоположных направлениях, а также он позволяет изменить положение вашего тела для другой техники, называемой ниддинг. Она представляет собой попеременные похлопывания и круговые движения правой и левой руками. Держите пальцы прямыми, следите, чтобы давление пальцев и противостоящих им больших пальцев рук было одинаковым. Ниддинг — это мягкая техника, подготавливающая ткани организма к более глубокому воздействию. Также он действует согревающе. Контролируйте положение своего тела. Двигайтесь во время выполнения массажа, не стойте на выпрямленных ногах, постарайтесь балансировать. Выполните ниддинг на плечах, концентрируясь на больших пальцах рук, затем на шее, следя за равномерностью нажима всеми пальцами. Следите за постоянством силы нажима и ритмом движений, так же, как и при эфлораже. Соединенными большими пальцами рук при ниддинге мышцы прорабатываются по всей своей длине. Следующая техника называется петриссаж. Она глубоко воздействует на ткани организма, оттягивая их от костей под прямым углом. Старайтесь не напрягаться, используйте свои ноги и не напрягайте спину. Петриссаж более всего подходит для маленьких участков и используется для размягчения и растягивания тканей. Пальцы держите прямыми, чтобы не повредить ткани. Избыток масла и слабые запястья существенно осложняют работу. Вы должны всегда соблюдать прямой угол между тканями, чтобы воздействие было эффективным. Петриссаж великолепно расслабляющая техника, если выполнять ее правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Теперь рассмотрим технику ТАПЭТМО. В зависимости от ритма, постукивания могут быть быстрыми, частыми и стимулирующими, или же быть медленными, нежными и расслабляющими. Прислушивайтесь, чтобы убедиться в том, что ваши постукивания вызывают приятный, глухой отзвук. Звук не должен быть резким, как при шлепках, или просто громким. Для достижения лучшего результата, пусть ваши руки будут расслаблены и пусть двигаются свободно. Постукивания не должны затрагивать поврежденные или воспаленные поверхности и должны быть осторожными в области почек и печени. Все постукивающие движения выполняются запястьями, локти и плечи практически не двигаются. При хакинге используется половина мизинца и половина ребра ладони. При соприкосновении с поверхностью пальцы складываются вместе и вновь разъединяются, когда вы поднимаете руку. Движение производится попеременно правой и левой руками. Хакинг При очень похожей на хакинг технике пендинга воздействие осуществляется теми же частями пальцев и запястья. При копинге нужно приложить большой палец к ладони так, чтобы образовалось углубление. Постукивание производится кончиками всех пальцев и ребром ладони одновременно, таким же способом, как и при пендинге. Следите, чтобы ладонь держала форму, но не напрягайте запястья. Похлопывание выполняется прямой ладонью быстро и резко и действует стимулирующе, особенно при завершении массажа. Некоторые способы массажа вызывают неприятные ощущения, если кожа массируемого участка излишне волосата. Показываемые сейчас движения действуют восхитительно расслабляюще. Растирания кончиками пальцев и особенно большими пальцами наиболее действенны. Посмотрите на последовательную смену нескольких растираний. Руки поддерживают локоть, большие пальцы круговыми движениями растирают руки по направлению от запястья. Большой палец обрабатывает широкую плоскую поверхность с умеренным нажимом. Он всегда поддерживается остальными пальцами. И наоборот, на него делается упор при широких растираниях кончиками пальцев. Пальцы всегда опираются на большой палец руки. Поддерживать постоянный ритм и силу нажима нелегко, но необходимо. Глубокие круговые растирания вдоль позвоночника действуют очень расслабляюще. Они позволяют снять напряжение с мышц. Умеренная сила нажима и постоянный ритм дают наилучшие результаты. Для растяжки мышц спины очень эффективны движения рук, скрещенных наподобие ножниц. Используйте вес своего тела при надавливании и поглаживайте кожу пучками пальцев при обратном движении. Такие растягивающие мышцы движения входят в технику эфлоража и выполняются как вдоль, так и поперек спины. В отличие от ног и спины, руки не очень хорошо реагируют на сильные растяжения и надавливания. Лучшие результаты приносят мягкие и осторожные действия. Измените положение рук и отойдите назад. Используйте вес вашего тела. Легкое встряхивание, потом передышка, легкое поглаживание мышц лица и полное расслабление. Как правило, завершение работы с определенной частью тела заканчивает так же, как и начинают эфлоражем и поглаживаниями. Обработайте всю область, которая была подвергнута массажу. В данном случае, руку. Завершите сеанс легкими поглаживающими движениями. Удаление избытков масла с кожи может стать очень приятной частью массажа. Положите полотенце и начните с поглаживания через него. Оберните полотенце вокруг одной руки и используйте его как перчатку. Легкие движения полотенцем снимут напряжение с кожи. И в данном случае, вместо того, чтобы просто уйти, как было на примере с рукой, верните полотенце на место и только потом удалитесь. При работе старайтесь не перегибаться через человека. Лучше обойдите вокруг стола. Ни при каких обстоятельствах движения с нажимом не должны быть направлены против хода движения крови по венам. Используйте вес своего тела. Расставьте ноги и не напрягайте поясницу. Ваши движения должны быть легкими. А сейчас посмотрите на полный массаж спины, включающий все движения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Овладеть техникой массажа шеи может быть довольно трудно. Соединение области шеи и плеч при помощи однотипных движений дает наилучшие результаты. Движение подушечками пальцев в технике ниддинга. Сила нажима должна быть одинаковой и при поглаживании, и при растирании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 При всех этих растягивающих мышц и движениях следите за положением пальцев при смене массируемого участка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Как вы уже видели при обзоре техник массажа, легкие постукивания в области поясницы, над печенью и почками не приносят вреда людям с нормальным здоровьем. Производить их недолго и не сильно. А сейчас полный массаж ног. Во время нанесения масла тщательно проверьте, нет ли на ногах выступающих или варикозных вен. Если они есть, избегайте любого прямого давления на них. Оставьте такой участок в покое. Субтитры создавал DimaTorzok Массаж ног, как и массаж шеи и рук, требует смешения техник и во многом определяется формой и размером ног. Работать над маленькими руками и большими ногами легче. Вам придется сочетать различные техники, выбирая более подходящие для каждого человека. Небольшие круговые растирания большими пальцами могут быть легче при работе, если одна рука будет работать, а другая поддерживать. Подушечки больших пальцев продвигаются, чтобы обработать пятку и лодыжку одинаково с обеих сторон. И, наконец, серия расслабляющих движений, производимая большими пальцами, при опоре на скрещенные позади ноги пальцы. Переместите ногу одной рукой, сохраняя ритм другой. Очень важно при массаже рук и ног двигаться по направлению вверх от пальцев к телу. Серия надавливаний, например, круговые растирания по направлению к телу. Надавливание по направлению вверх. Мягкое возвращение. Мягкое возвращение. Надавливание. Мягкое возвращение. Всегда нужно избегать прямого давления на варикозные вены. В области над ними можно работать, предпочитая избегать надавливания и используя легкие поглаживания. Используйте эфлораж и ниддинг с легким нажимом. Помните, что даже не сильные круговые растирания действуют сильнее, чем поглаживание той же силы. Время возвращение. Мягкое возвращение. Мягкое возвращение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...